Добрый вечер, герои нашей сегодняшней лекции, французская художница Орлан и австралийский художник Стелларк. Оба они называют себя псевдонимами, редуцированными их подлинными именами. И то, что у них нет фамильного имени, они достаточно часто выставляются вместе. То есть это та рифма и те подобия, которые исключительно симметричны и немножко не мной придуманы. Это действительно очевидная, устоявшаяся рифма, существующая в современном выставочном контексте. То, что у них нет имени и фамилии, то, что они отказались от того имени, которым тебя называют, потому что ты откуда-то происходишь, ты несешь в себе какую-то семью, историю, какую-то генетику, которая давлеет тебе. Для этих художников тоже, наверное, принципиально, потому что оба они, как вы видите на этих фотографиях, это люди, которые себя модифицировали. У Орлан есть вот эти шишки на лбу или рожки, а у Стелларка все еще интереснее. Это единственный человек, у которого три уха, и третий ухо у него находится на руке и также является результатом хирургической модификации. Оба эти художника, наверное, интересны тем, что они... Почему я решилась говорить о них, потому что в каком смысле они завершают ту линию, которую мы в искусстве XX века, в современном искусстве, о которой я говорю уже на протяжении нескольких лекций подряд. Что такое статус человека в искусстве XX века, в искусстве XXI века? Что такое статус автопортрета? Что такое статус художника, как он изображает себя? Что такое, как он использует себя как инструмент, как объект исследования, как объект репрезентации, как подопытное существо? И если начиналось у нас все с автопортретов Эггана Шилли, как автопортретов, как не репрезентации себя, а исследования себя, с кукол Бельмера, когда тело другого – это тело, это некая модель для сборки, это некий конструктор, сформированный фантазмами и желаниями художника направленного, который своих фантазмов и желаний создает это фантазматическое тело другого. А если мы потом говорили об Оконче и о Пенгейме, об их перформансах, о том, как тело становится неким способом измерения пространства вокруг себя, неким способом коммуникации со средой, интерфейсом, и слово интерфейс будет, наверное, важным для сегодняшних наших героев. И Орлан и Стелларк, наверное, находятся в самой предельной на настоящий момент точке вот этих исследований себя, исследований своего я, исследований репрезентации человека, потому что они больше не занимаются репрезентацией, они занимаются тем, что они действительно создают из себя произведение искусства, причем не назначают себя произведением искусства, а пересоздают себя, чтобы получить этот статус произведения искусства. И чтобы, пересоздав себя, выяснить, что мы уже находимся, наверное, что художник, который пересоздает себя в качестве произведения искусства, наверное, принадлежит уже некой абсолютно новой эпохе, эпохе, которую можно назвать эпохе постчеловеческого, эпохе постхемена. И Орлан и Стелларк – это оба герои этой самой эпохи постхемена. Орлан – французская художница, давно забывшая свои подлинные имя, фамилию и так далее. Начинает она свои художественные практики в середине 60-х годов, когда основной художественной практикой было появление перформанса. И перформанс был искусством, прежде всего, женским и феминистическим. Начинает она, как и многие художницы, с этого признания и демонстрации собственного тела. Она достаточно юная в это время. У нее самой никаких личных проблем с признанием и непризнанием своего тела и своей красоты не было. Она рассказывала, что ее родители были нудистами. И с самого раннего детства она росла человеком без комплексов. Она росла человеком, которого изначально учили принимать свое тело. То, что было достаточно необычным для ее сверстниц, для многих из нас, которые привыкли своего тела стыдиться, свое тело прятать, комплексовать из-за него и так далее и тому подобное. Она изначально вырастает с абсолютным приятием себя и с ощущением того, что она имеет абсолютное право делать с собой все, что ей захочется. Вот такой был популярный феминистический слоган «Мое тело – это мое дело». Никто не имеет права говорить мне, что мне с ним делать, как себя вести, как с ним поступать, как мне краситься, как мне одеваться, вообще как себя вести. И тоже очень важно, что Орлан из поколения как раз французских женщин, может быть, первого поколения, которое смогло эти свои свободы отвоевать. Это было поколение, которое получило, я не знаю, там, контрацептивы, которое получило право на аборт, и которое получило вот как раз вот эти первые, достигло этих первых базовых прав распоряжаться своим телом. Что это женщины, для которых настоявшие на том, что их тело – это их личное дело. А начинает Орлан, как я же говорю, вот с таких вот фотографий, абсолютно тех фотографий, где показывается то, что мы должны видеть на фотографии или в искусстве, прекрасное обнаженное женское тело. Но в данном случае она выступает не моделью, а выступает, собственно говоря, автором. И в одной из первых своих, из ранних своих работ, это достаточно показательная программная вещь для нее, Это фотография, на которой она запечатлена вот таким вот женским манекеном, или женским, не женским, таким, неидентифицируемым. И называется это произведение «Орлан рожает саму себя». И вот это то, что это самопорождение, то, что она не мыслит себя как человека с неким биологическим наследием, что она там родилась от каких-то родителей, что у нее есть там происхождение, семья, национальность, возраст, пол и так далее. Все то, что всем, по идее, от рождения до влей, то, что нельзя отменить, она предлагает другой вариант. Она предлагает, что быть самопорожденным существом, которое само выбирает, чем ему быть и каким ему быть. Пока что в 64-м году предлагает скорее как некую опцию, как некую шутку. И, тем не менее, ранние ее скульптуры, ранние ее объекты, где уже начинают появляться эти дополнительные манекенные органы, с которыми она взаимодействует, это история про то, что тело как таковое и может быть скульптурой. Тем более, что здесь как бы все пока прекрасно, прекрасное юное женское тело, почему бы ему не быть произведением искусства самим по себе, и почему бы художнику не быть собственным произведением. Это именно то, что от него ждут. Тем более, что это, опять-таки, исследование статуса женщин-художниц. Это тоже постоянная тема, которую Орлан начала, и которую продолжили, например, такие феминистские активистки группа Gorillaz Girl, у которых был знаменитый слоган, что для того, чтобы попасть в музей Метрополитен, женщина в качестве произведения, да, женщина должна быть обнаженной. Что в музеях мира очень мало произведений женщин-художниц, по объективным и субъективным причинам, но при этом очень много картин и произведений, представляющих обнаженную женскую натуру. Значит, чтобы попасть в музей, женщина должна быть голая. Орланд говорит, да, чтобы попасть в музей, окей, чтобы попасть в искусство, она готова обнажиться, она готова снимать себя, но при этом снимает она эти скульптуры достаточно гротескными, да, вот с этими масками, с которыми уже разрушают представление о том, что это, о красоте, какой она должна быть, о том, что мы готовы видеть в женском ню, с этим аромированием себя разнообразным, вот с этим представлением о том, на что надо пойти, чтобы стать скульптурой, как можно соединить себя со своей тенью, как можно предстать в виде этой самой обнаженной, спускающейся по лестнице, отсылающей к Дзюшану, которая тоже была таким произведением, расщепляющим представление о человеческом теле, о том, что оно такое. И потом она начинает серию перформансов, которая, серию того, что тогда опять-таки называлось боди-артом, перформансов, в ходе которых она своим телом буквально использует его как инструмент измерения, она измеряет улицы, она измеряет города, она измеряет различные пространства, она проползает по этим улицам, это долгий документируемый перформанс, во время которого она ложится, делает пометку перед своей головой мелом, как ребенок, который растет, и которого на стенке отмечают моменты его роста, а потом она идет дальше, и как бы существовало, эти перформансы происходили в самых разных обстоятельствах, вот это очень эффектная фотография перформанса в Бельгии, где там оказались эти строительные техники, была связана с тем, что это было место, которая, какая-то красивая площадь, которую должны были разрушить и перестроить, и были, как сейчас в Москве достаточно часто происходит, были движения протеста, такой местный архнадзор, или как это называется, протестовал против того, чтобы это было снесено и перестроено, и именно это место она измеряла, измеряла собой, измеряла своим телом, эффектно попав на камеру, и каждый из этих перформансов, и это был единственный перформанс, который кончился столкновением с полицией, то есть ее все-таки забрали как активистку, и каждый из этих перформансов она проделывает в одном и том же платье, платье, которое в белом, платье, в котором она, ну не платье, а одеяние, платье, которое в конце перформанса она снимает, публично стирает, это является частью этой самой, частью протокола, и пробы той воды, в котором она постирала это платье, пробы воды, собравшей грязь, да, именно того места, в котором происходил перформанс, она потом выставляет в галереях, как реликвии, как свидетельство этого самого, этого перформанса, и, ну, поэтому в основном, как бы, измеряла она собой, музей измеряла она собой, не просто улицы, там, какие-то достопримечательности, измеряла она собой музей современного искусства, такой был проект в центре Помпиду, естественно, который она измеряла своим телом, проект в музее Гугенхайма, проект, который позволяет по-другому выстроить вот эти самые отношения художника с музеем, художника с художественной институцией, потому что, как правило, в общем, можно предположить, что музей это то, что подгоняет художника под свои мерки, да, а здесь, как бы, соответствуешь ли ты там масштабу музея, чтобы войти в него, а здесь художник, тем более, тем более, тем более, важнее, что это именно художница, художница, которая до сих пор представлена в музее, гораздо меньше, чем художники-мужчины, измеряет, делает эту институцию с размерной себе. Каким должен быть художник? Какой должна быть орлан, чтобы попасть в музей Гугенхайма? А сколько, в скольких орлан измеряется музей Гугенхайма или музей Помпидо? И эти перформансы, она делает, это ее постоянное занятие. Вот один из совсем недавних перформансов она делала в музее, и делает, естественно, по приглашению этих музеев уже, это такой как бы ритуал. И один из последних перформансов был в Питтсбургском музее Диорхова. Замечательно. И вот эти измерения, чему равно мое тело и чему равна я в культурных единицах, это тоже сюжет того, чем занималась орлан в 70-е годы, где она соизмеряла свое тело и свое я с количеством книг, например, и с количеством слов, с количеством культуры, которую можно поднять на себя, сколько ты должен прочесть книг, чтобы стать собой, что такое, как эти книги нагружают тебя, как эти книги, как эта культура, которая превращается в колодки, такие в орудии пытки, как она должна тебя исправить, как она, это такие корректирующие, какие-то протестные, достаточно страшные манипуляции. И это тоже очень важный для Орланд панкосюжет, она считает себя атеисткой, для нее очень важна полемика с католической традицией, в которой она выросла, что если есть представление о том, библейские слова, евангельские слова о том, что о слове, которое стало плотью, а может ли плоть снова стать словом, как соотносятся плоть и слово, и вот это соотношение, как бы скольким книгам равно мое тело, это одно, это начало вот этой очень важной для Орланд истории, о соотношении слова, речи, глагола, языка и тела. Можно ли тело, как бы, ну, знаменитая фраза Лакана, да, что французского психоаналитика, что бессознательно структурировано как язык, а можно ли структурировать как язык тела, и что этот язык тела может сказать. Как он будет устроен, это тоже, можно ли переписать свое тело, это тоже то, чем будет заниматься Орлан. А другой сюжет, которым она занимается, действительно, это измерение себя с культурой, это выяснение тех обстоятельств, при которых женское тело становится частью культуры, и при которой женскому телу навязываются образы этой культуры. Чтобы быть красивой, ты должна походить на Венеру Ботичелли, в котором в данном случае она представляет. Чтобы быть красивой, это должна быть как адолистка с картин, что весь корпус западной культуры становится тем каноном красоты, который форматирует тела, который навязывается современной женщине. Она может себя с ним сопоставить, она может сказать, что это не женщина с точки зрения мужчины, а все-таки действительно женщина со своей собственной точки зрения, но в таком случае она может заняться пародированием этой высокой культуры. В этом смысле ранние вещи «Орлан», как бы ее работа 70-х годов, достаточно отчетливо предвосхищают то, чем уже в 80-е и 90-е будет заниматься Синди Шерман, превращающая себя в различных персонажей мировой живописи, как в ее серии, но показывающая, что это превращение, это превращение себя в набор протезов и бутафории. И «Орлан» занимается той же проблематикой, исследует, что зазорно и что не зазорно, почему обнаженное тело на картине – это высокое искусство, а обнаженное женское тело в публичном пространстве – это непристойность. Вот у нее была такая акция, когда она партизанская, когда она пришла в музей, в пальто, распахнула это пальто, и под ним оказалось и не голое, под ним было платье, которое с фотопринтом, повторяющее ее обнаженное тело, на котором, правда, не было и предметом манипуляции, были нарисованы на этом фотопринте в конце концов лобковая растительность, потому что это то, что нельзя изображать в классической картине, что вот чем мое тело отличается от тела женщин, такое же нарисованное, впрочем, тело от тела этих самых женщин. признанных высокой классикой в старинных полотнах. И насколько вот этот статус художницы, как в данном случае действительно красивой женщины, как автора, и как предмета созерцания, как предмета чужих желаний, это также то, что она исследовала в таком программном, антирыночном, еще на правду, мы здесь напротив арт-рынка, в проекте, продаваясь на рынке, где она продавала на настоящем рынке, абсолютно в базаре, по-моему, в Португалии, где она продавала фотографические изображения частей собственного тела. Вот такой вот как бы лавочка с прескурантам, с надписью, гарантированно, что это стопроцентно мое тело, и опять-таки с вопросом о том, принадлежит ли мне на самом деле мое тело, могу ли я им распоряжаться, например, вот таким образом, распродавая его на рынке, распродавая руки, головы, ножки, и все такое. И продолжением этой акции была, в общем, акция, которая сделала ее знаменитой, сделала ее знаменитой, скандально, акция «Поцелуй художника», которую она делала на, тогда, по-моему, одном из, только относительно недавно появившейся в Париже, ярмарке современного искусства ФИАК, это, относительно, такая крупнейшая, очень знаменитая ярмарка современного искусства, которая происходит в Большом дворце, и Орлана, поскольку это ярмарка современного искусства, и художник там является товаром, она предлагала в качестве товара купить у нее поцелуй, поцелуй художника, всего за пять франков, это действительно очень, символические деньги, и при этом на ней был вот такой, как бы, доспех, как бы, представляющий обнаженное тело, ее тело, фотографии ее тела, и устроены как, кассовый аппарат, туда можно было бросить монетку, там, интересным образом проскальзывало, и вот этот образ такой, женщины кассового автомата, художницы, которая продает свои поцелуи, запятак на рынке современного, на ярмарке современного искусства, потому что ярмарка, это место, где художник продается, в конце концов, она была страшно нашумевшей, и вызвала там, самое интересное, причем это был поцелуй настоящий, да, вот не чмок, но зюкопа, такой глубокий поцелуй, за которым выстраивались очереди, она говорит, что было очень много женщин, примерно столько же, сколько мужчин, которые ее поощряли, говорили, что она смелая, что она молодец, что она крутая, приглашали своих спутников вступить в эту, в эту транзакцию, и что это был такой действительно очень лихой, как бы скандальный перформанс с очередями, с этими поцелуями, вот с такой вот, и при этом там была еще вот одна опция, одна опция была поцеловать Орлан за пять франков, а другая опция была за пять франков купить свечку и поставить ее перед изображением Мадонны, которая опять-таки была, собственно, фотография Орлана в этих самых барочном одеянии католической Мадонны, и 40 лет спустя на какой-то юбилей этой акции Орлан даже выпустила такие свои духи, которые назывались «Поцелуй художника», в общем, прекрасные духи, которые, естественно, были также отсылкой к несуществующим эффективным духам, которые придумал Марсель Тюшан в «Оде Вуалет», духи с изображением Рос Селяви. Ну, здесь это как бы тоже вернулось, потому что, естественно, женщине положено что-то такое парфюмерное сделать. И вот это очень тонкая игра, где ты обыгрываешь свои стереотипы, что ты как бы художница-женщина, должна там быть красавица, должна заниматься парфюмерией, и где ты против этих стереотипов протестуешь и пародируешь их. Это то, с чем играет Орлан, который считает себя феминисткой, действительно является феминистической художницей, но который как раз, насколько я понимаю, да, достаточно часто у лица более радикальных, что ли, феминисток, слышит упреки, что все равно то, что она делает, это слишком женское. И вот это вот очень тонкая грань, до какой степени, какой это феминизм, это постфеминизм, или, как она сама уже сейчас говорит, что это альтерфеминизм, да, альтернативная версия феминизма. А вот также с некими женскими рукоделиями, да, связана и такая достаточно провокационная работа, вышитое удовольствие, потому что это тоже очень многие женщины-художницы, феминистические художницы еще со времен прибегают к таким нарочитым женским занятиям, женским техникам, которые отсылают к мужскому искусству, к женскому рукоделию и ремеслу, вышивке, аппликации и все такое. И она сделала вышивки, но вышивала она по следам спермы на своих простынях. И вот это вот женское рукоделие, которое опять-таки является не обязательно воспринимать все буквально, я не уверена, что там на самом деле, но вот сюжет за этой картинкой был вот такой вот, вот этой вот предельной интимности, в которой нечего стыдиться, и в которой вот эта самая собственная сексуальность является предметом вот этого дневникового, девичьего рукоделия. И та же самая стоя, вот те же самые простыни, которые начались, интерес к которой, как бы, вот эта предельная интимность собственной постели, которую стала исследовать Орлан, до того, как много лет спустя, ну, несколько десятилетий спустя, там, английская художница Тресси Эминова сделает знаменитую инсталляцию «Моя кровать, моя постель» там с грязными простынями, с пустыми бутылками, там, используемыми презервативами, вот тем же самым выставлением интимности, но сделает это все-таки действительно очень скандально, очень знаменитая вещь, которую она сделала все-таки сильно по Ужарлам, которая вот эти свои простыни исследовала еще бы и демонстрировала вот это грязное белье еще в конце 60-х годов. И простыни же становятся как бы элементом ее следующего проекта, которым она очень долго занималась, проектом исследования барокко, где эти простыни, драпировки превращают ее в подобие бернинирской Мадонны, бернинирской и святой Терезы, католической и святой, и вот эта тема барокко, тема барочных складок, ее достаточно долго занимает, это тоже происходит вот немножко до того, как провести и до костюмированных сессий Синди Шерман, и происходит, наверное, в том, в каком-то смысле, это огромный проект вот этого барокко, барокко, который Орлан очень любит это считает одним из, как бы, и исследование барочных складок, барокко, как искусство, в котором важнее всего, наверное, сюжет иллюзии, да, и динамики, и где, опять-таки, абсолютно меняется, вот это эротизированным становится не только обнаженное тело, но и эти складки, которые его скрывают, которые позволяют его домыслить, ну, вот знаменитый экстаз святой Терезы, где она там закутана, вот примерно в такие же драпировки, но при этом фигура, которая, мраморная статуя, которая выражает, наверное, какую-то предельную точку экстаза, эротического все-таки, со всей очевидностью, вот такую вот Мадонну или святую Терезу, в которой складки одежды, которые создают это желание, создают это тело желающее, эротичнее, чем само обнаженное тело, которое в какой-то момент появляется, Орлан, и представляет в своих фотосессиях и в своих многочисленных перформансах, здесь этот перформанс происходит на балконе венецианского палаца Грасси, и вот то, что она несет как младенца, в конце концов, оказывается, насколько я знаю, оказывается куском хлеба, который она поедает, давясь и захлебываясь, там были разные варианты этих перформансов, потом она оказывается вот такой вот высыпальницей, были перформансы, во время которых она появлялась на подиуме, и за ней шли, шло несколько ассистентов, мужчин, которые за лески дергали, двигали эти складки, одеяния, в которых она была облачена, то есть эти складки анимировались, и она превращалась в такую почти марионетку, почти куклу, которую управляют, управляют этими облачными складками, в которых она парит, ну, в общем, масса исследований вот этой самой барочной истории, барочной святой, в которую она превращается, в самых разных вариантах, в том числе вот фотографии, которые в фотосессии, которые такие вот лубки религиозные повторяют, тот же самый интерес к кичу, который был, возник в 80-е годы, к низкому искусству, и который, может быть, напоминает тем, кто из вас знает, фотографии Пьера и Жиля, которые в то же время примерно начинают работать, игру с кичем, с кичем, как чем-то субверсивным, с кичем или кемпом, как чем-то, что противостоит, опять-таки, вот этой диктатуре высокого искусства, и для орлан, барок, важно еще потому, что то искусство, которым она занимается, которым она себя посвящает, это искусство, которое противостоит всем возможным давлениям, всем возможным диктатам, диктатам представлений о красоте, который, диктат, диктат, который давит на наше сознание, на наши тела, Но это тот же диктат, который давит на представление об искусстве, каким должно быть высокое искусство, каким должно быть правильное искусство, каким должно быть музейное искусство. Поэтому китч, трэш, барокко, гротеск – это то искусство, которое неформатно всегда и которым она интересуется. Где все возможные варианты двух главных женских образов, стереотипов женщины с точки зрения мужчины, вечная проблема, как выбрать, как оказаться и то, и то, что быть ли Мадонна или шлюха, святая или шлюха. И Орланд демонстративно себя подгоняет подобные стереотипы, где она Мадонна, где она вот такая вот странная, демоническая, садомазохистская женщина, где здесь складки уже сделаны из винила, где Мадонна может оказаться в саду, как полагается Мадонне, и может оказаться в такой вот совершенно феерической фотосессии, явление Мадонны в гараже, в таком совсем трэшевом варианте. И уже там в начале 90-х, по-моему, 80-х или в конце 80-х Орлан все-таки устроили на телевидении, я бы сказала, очную ставку или интервью с встречу с певицей Мадонной, и они, по-моему, как-то вполне оценили друг друга, что делает каждый из них. Опять-таки это примерно одно время, эти манипуляции происходили примерно в одно время, и вот эта провокационность такая, в том числе эротизированная, тоже элемент одного, как бы, часть одного и того же времени, это все начало 80-х. Но такую, наверное, самую громкую скандальную славу Орлан после поцелуя художника принесла серию ее перформансов операций, перформансов с участием хирургии. В общем, первое, как бы, первое началось это все в 79-м году, когда Орлан вела в городе Лиле семинар по перформансам, который она сама учредила, и во время одного из занятий, одного из одной сессий ей стало плохо, и пришлось вызывать врачей там, и пришлось немедленно делать, в общем, немедленно класть ее на операционный стол. И поскольку это все происходило в контексте этого семинара перформанса, то она сказала, окей, это все происходит, но тогда пусть это, я не хочу прерывать семинар, пусть это и будет моим перформансом. И она снимала на видеокамеру, кто-то снимал, все, что с ней происходило, вот это самое открытие, вскрытие собственного тела. Потому что, как бы, перформер, это принять свое тело, это принять не только его снаружи, но принять его изнутри, побороть вот это отвращение, которое мы испытываем, представление о том, что у нас там внутри, и что внутри у нас, как бы, это то, о чем не говорят, вот эти внутренности у трубы, кровь, телесные жидкости, которые она предъявляет. После чего она начинает делать серию перформансов, предполагающих пластическую хирургию. Это действительно операции пластической хирургии, которые ей на самом деле делались, но делались, как бы, не с теми целями, с которыми вообще делается пластическая хирургия. Потому что для нее, она, как бы, то, о чем говорит Орлан, что она абсолютно не против пластической, эстетической хирургии как таковой, но она против того, чтобы эстетической, потому что каждый вправе выбирать, каким ему быть, с каким лицом и с каким телом он хочет жить дальше. Но она против того, чтобы хирургическая, чтобы женщины и мужчины прибегали к эстетической хирургии под давлением вот тех самых представлений о красоте, под тем давлением, которое на них оказывает общество, под тем давлением, которое на них оказывает модная индустрия, там, ну, и все такое. Что я хочу, что я обязан, обязан или обязана быть молодой, красивой и худой, поэтому я буду, у меня должны быть такие скулы и такой разрез глаз, и поэтому я отказываюсь от своего тела для того, чтобы получить вот эту общую идентичность. Можно перекроить себя, но для того, чтобы получить свою идентичность, отличную как раз от этой самой диктатуры. Мое тело – это мое дело, поэтому человек может перекраивать себя как угодно, и она делает, и она начинает делать серию пластических операций, которых не так много было, на самом деле она делает там шесть. Я думаю, что любая голливудская звезда их делает там в разы больше. И что это не была история про красоту, про сохранить молодость, это была первая история, была действительно перелепить себя с точки зрения так, чтобы стать подобием, живым набором цитат из классической живописи. Чтобы подбородок был, как у Венера Боттичелли, лоб был, как у Махи Гои, и так далее, и тому подобное. И она находит врачей, потому что еще один элемент этой истории достаточно важный – это найти врачей, найти хирургов, которые согласятся в этом участвовать. И тоже то, что для нее и она проделывает эти операции, как видите, действительно, это не имитация операции, это на самом деле проходящая операция, которая снимается на видео, которая проходит как перформанс, во время которой Орлан читает тексты, которые философские и поэтические, она читает Лакана, она читает очень важную для нее тоже лакановского толка французскую писательницу, психоаналитика Эжен Лучиони, у которой я готовила книгу «Платье». Я, к сожалению, не знаю этой книги, я знаю только те цитаты, которые Орлан приводит в своих манифестах, в своем выступлении, в этих самых своих перформансах, про то, что все, что у нас есть – это наша кожа, но кожа – это… ну как же ужасно, что у нас, в отличие от платьев, которых может быть сколько угодно, кожа у нас одна, и мы должны быть в ней прожить всю нашу жизнь, поэтому кожа – это то, что так неудобно, потому что она одна, и кожа – это всегда не та кожа, которую мы хотим иметь, кожа, если я черный, но чувствую себя белым, я женщина, но чувствую себя мужчиной, и так далее, и тому подобное, вот это вот все, эта фрустрация, которая связана, что с кожей, кожа у нас только одна на всю жизнь, это те тексты, это те цитаты, в том числе, которые звучат во время этих операций. Орлан, примерно в это время, Орлан пишет свой манифест, манифест плотского искусства, и для нее очень важно, что плотское искусство, которое она представляет, это совершенно не то же самое, что боди-арт, что телесное искусство, а потому что боди-арт про боль и про страдания, и про вот эти вот пределы своего терпения, пределы испытания себя, как она пишет, а для нее важно, чтобы боли не было, что все это происходит под анестезией, что она не превозмогая боль, читает стихи, там, пляшет на этом операционном столе, а она не чувствует боль, потому что как бы пересоздание себя, что человек должен, что вот это вот библейское будешь-то рожать в муках, нужно отменить, что мы имеем право жить без боли, что мы имеем право быть безнаказанными в том, что мы делаем со своим телом, что даже можно даже умирать от смертельной болезни и не испытывать боли благодаря анестетикам. Вот это вот гимн анестезии, отказ от страдания и отказ от вот этого как бы этической ценности страдания, от того, что страдание очищает, это тоже один из очень важных элементов программы Орла, которая проделывает с собой все эти пластические операции, транслирующиеся в прямом эфире, транслирующиеся в телемостах. Я не буду вам сегодня показывать видео, которое существует, потому что, может быть, это действительно, это то, что это очень тяжело смотреть. Это может быть даже смотреть страшнее, чем там пластные операции, потому что там уже такое что-то абстрактное, тут видно, там кожу с человека сдирают. Вот, и для нее было важно, что как бы те люди, которые смотрят это видео, и смотрят эти трансляции, испытывают больший дискомфорт, чем она сама, что они за нее чувствуют вот это ощущение боли, которое она не чувствует на самом деле, но во всяком случае говорит, что не чувствует. И что она во время этих операций может делать, там, заниматься искусством, например, делать вот такие вот подобия... Плацветой Вероники, да, как нерукотворный образ, который она как бы... то есть это отпечаток ее окровавленного лица на медицинских бинтах, которые она потом дописывает, совмещает с фотографией, превращает вот в такую вот агеографию, собственно, потому что, естественно, или это рисунки, которые она делает во время операции с помощью своей, собственно, своей собственной кровью, не испытывая при этом боли, потому что это кровь не от раны, это кровь от хирургии, это как бы абсолютно достаточно стерильная ситуация, и сама, как бы, и операции эти превращаются в своего рода карнавал, да, что я могу быть кем угодно, это Орликин, который, это маска, когда-то я могу менять свои облики как маски, я могу вот... то, что она читает, это тоже книжка Мишеля Серреса, французского мыслителя, посвящу, который является как раз апологией Орликина, который, может быть, всегда неким другим, которого мы... инаковостью, которую мы готовы принять, да, и вот таким вот Орликином, который все время меняется, который... как бы карнавальный персонаж, то есть собственное тело художника, собственное лицо, это всего лишь карнавалка, в которой можно постоянно меняться, это тоже вот одна и один из сюжетов этих самых перформансов, которые Орлан проделывала на операционном столе. И последние, как бы так, последние идеи, которые она решила воплотить, очень долго ища хирурга, который на это согласится, потому что ее все-таки достаточно часто упрекали, окей, да, там был сценарий, что Орлан превращает свое лицо в набор цитат из классического искусства, нос как у... из ботичелия, подбородок, изгоя там и так далее, но что-то она после этого больно хорошо и помолодевше выглядит, как, собственно, и полагается даме, побывавшей у пластического хирурга. И она как бы очень расстраивалась, говорит, что это абсолютно не про эту историю, что история не про то, чтобы улучшить себя. Плотское искусство, это не... Это не... Это смысл там не в эстетическом результате, это не скульптура, которую ты делаешь из собственного тела. Смысл в самом перформансе, в том, что тело становится предметом искусства, в том, что тело становится предметом дискуссии, и в том, чтобы разру... Что это автопортрет, но это автопортрет другой, что это автопортрет, на котором ты не запечатлеваешь себя, не анализируешь себя, не репрезентируешь себя, каким ты хочешь быть, каким ты должен быть, каким должны тебя видеть другими. Другие, что это не самоутверждение, которым всегда является автопортрет, а это реальная возможность пересоздать себя, как свое произведение. И, как Орлан пишет в своем манифесте, что тело – это уже не ready-made, которое достаточно только подписать. Тело – это ready-made, в которое нужно вмешаться, которое нужно изменить. И вот этими изменениями она занимается. И чтобы разрушить вот эти все разговоры, о том, что там все равно, как на самом деле все это не так, и она лукавит, и она просто пытается быть красивее и моложе, как все вы женщины, она решает придумать операцию, которая сделает своим лицом что-то такое, что никто не может счесть красивым, но и никто не может счесть безобразным. Что-то, находящееся по ту сторону, представление о том, что красиво и что некрасиво. И она решает себе имплантировать, сделать вот эти вот две шишки на лбу, которые на самом деле являются, это импланты, которые используют для увеличения скул, которые она ставит себе на лоб. Просто вот, вот чтобы было то, что никто никому в голову, что нету ни у кого, чего нету ни у кого до нее, что никому в голову не пришло бы назвать красивым, и что никому, но при этом, что не выглядит безобразным. То есть такое вот искусство ради искусства. И она находит в Америке женщину-хирурга, тоже феминистку, которая соглашается на это, потому что это достаточно дикая задача для хирурга, сделать что-то бессмысленное, сделать что-то непрактичное. Хирург, он же не художник, он делает так, чтобы это стало лучше, а не стало по-другому. А Орлан предлагает этой женщине-хирургу невероятный вызов сделать что-то, что не для того, чтобы стало лучше, а для того, чтобы стало по-другому. И хирург соглашается, они делают эту операцию. И это, собственно говоря, была последняя, как бы эта операция идет в трансляции телемостом в центре Помпиду. Потом у Орла, Орлан как бы фиксирует все свои изменения, которые она пережила. Вот это как бы она читает стихи, там отвечает на вопросы журналистов, ведет пресс-конференцию. Все это происходит в то время, пока ее там запихивают эти самые импланты под кожу. И потом она как бы превращает это в вариант такого мученичества, она фиксирует все эти процессы, фиксирует то мученичество, через которое должна, и мученичество, через которое проходят женщины, заставляясь, чтобы соответствовать этим канонам красоты, и то, через что проходит она сама, чтобы разорвать диктат этих канонов, да, и стать вот неким другим произведением, как и другим. Персонажное дело, это несколько выставок по результатам этой истории, в том числе и выставки, это видео, на самом деле, ее вот это лицо, меняющееся с отеками, со шрамами после операции, морфирует, там вот в этих самых Венера, работе Челли, во всякие представления, там абсолютно прекрасной женственности, такой постоянный морфит, к которому они сливаются, и дает об этом многочисленные конференции, она вступает с лекциями, преподает, живет она между Францией и Соединенными Штатами сейчас, и вот одна из ее конференций выглядела вот так вот, то есть была просто такая, голова стоящая на столе живая, это старый-старый трюк иллюзионистов известный, я думаю, с того момента, когда появились возможности делать достаточно большие зеркала, открывая секрет фокуса немедленно, вот, когда это появилось, этот трюк, вот с тех самых пор этот номер входит абсолютно на такую классику иллюзионизма, она делает эту говорящую голову, она превращается в эту говорящую голову, и показывает, собственно говоря, вот эту абсолютную свободу от своего тела, освобождение от своего тела, которое произошло после этих операций, это была последняя операция, Орлан очень расстраивается, в общем-то, когда раздражается, когда говорит, что да, вот Орлан, это художница, которая работает с пластическими операциями, она прекрасно работала там, 20 лет работала без этого, и сейчас уже около 20 лет работает после этих пластических операций, что это не то, мне интересно, с которым она занимается, что смысл того, что она делает, это не в том, чтобы каждый раз идти и ложиться под нож пластического хирурга, что она сделала себе вот то, что она хотела, вот эти самые шишки, сделала операцию бессмысла, сделала то, чего нет ни у кого и никогда ни у кого больше не было и не будет, и что у нее был другой замысел, который она хотела воплотить, она советовалась той же самой женщиной-хирургом, это сделать, поскольку орликин, поскольку это карнавал, сделать себе с помощью пластической хирургии настолько длинный нос, насколько это возможно, но оказалось, что просто технически сложно, что это не то, чтобы она испугалась в последний момент с этим жить, а она говорит, что технически, чтобы действительно был такой нос орликин пиноккио, что действительно невозможно технически, Она отказалась от этой идеи и с тех пор занимается немножко другими вещами. Она продолжает исследовать, что такое ее лицо и что такое стереотипы красоты, существующие в различных культурах. Но с 90-х годов она занимается этим уже в новых технологиях. Она занимается с помощью компьютерного монтажа. Потому что в виртуальной реальности, в этой другой реальности можно даже не прибегая к какой-то хирургии стать тем, кем ты хочешь, выйти из своего «я». Она занимается такими, у нее серия самогибридизации, где она свою внешность подстраивает под стереотипы представления о прекрасном, существовавшие в неевропейских культурах. Например, вот это Колумба в Америке, где тоже очень, как известно, очень много что делали над собой люди, чтобы соответствовать этой красоте. Что с рождения деформировали черепа младенцам, потому что деформированный череп считался красивым. Что красивым считалось косоглазие. И это косоглазие, опять-таки, создавали искусственно, помещая, вешая между глаз шарик, за которым ребеночек с детства следил, и становился косоглазым. И вот эти все представления о красоте, которые с точки зрения европейской, дикие, она тоже пытается привить себе, создавая самые невероятные гибриды, все-таки читающиеся ее внешности, с теми представлениями о красоте, которые существуют в артефактах до Колумба в Америке. Естественно, это не только представление людей, это представление божества, это представление демона. Ну вот, кем только можно побывать кем угодно, попробовать на своей коже, которая теперь может быть столько кож, сколько угодно, если ты уходишь от тела и переходишь в эту виртуальную реальность, вот побыть в шкуре всего, всего, чего только может быть, сохраняя при этом, что все равно она, она сохраняет вот эту свою прическу, она сохраняет эти свои шишки, которые стали ее фирменным знакомом, которые она не вытащила, да, она с этими шишками ходит, она их припудривает блестками, и, в общем, выглядит это очень симпатично, надо сказать. И тоже очень, наверное, важный момент, что она принципиально не согласилась бы сделать, она приезжала в Москву, у меня была возможность, несколько, довольно давно, да, у меня была возможность взять интервью, и я ее спрашивала, а готова бы она была смоделировать облик, да, и план пластической хирургии для кого-то другого. Приходит мне человек и говорит, я хочу стать произведением «Орлан», придумайте, что мне с собой сделать. И она говорит, что это для нее абсолютная табу, что только собой можно распоряжаться, что если она будет распоряжаться кем-то еще, то она станет вот таким же диктатором, как там модной индустрией, которая говорит, какими нужно быть. Но при этом она, при этом она, конечно, задает моду, потому что были модные дефиле, где манекенщицы выходили, вот с такими же шишками искусственными. То есть это, вот эта красота фрика, да, это красота, которая после нее вполне себе вошла в моду, и таким вот каким-то гротеском, наверное, по-своему завершением этой истории про ту. А если другой захочет стать таким же, как Орлан, был иск, который, был судебный процесс, который Орлан начала против Леди Гаги, которая что-то там повторила ее облик в какой-то, и повторила эту историю. Это тот вариант, когда это действительно стало модным, наконец, и нарушило права художника, потому что эту идею украли. Ну, занимается она вот этими самыми гибридизациями, это уже как бы у нас Черная Африка. Опять-таки, это работа не с представлениями о красоте, а с африканскими масками, вот этим самым, которые поступают с материалами этнографических музеев, и с материалами этнографических музеев, которые повлияли в том числе, как известно, на становление европейского модернизма, потому что это те маски, это то представление о том, каким может быть человеческое лицо, которое повлияло на кубистов, на сюрреалистов, на становление модернизма, на распыление человеческого я. Там это американские индейцы, ну вот самые, вот, причем это такая живопись, живопись, то есть живопись по фотографии, имитация живописи, которая повторяет эстетику этнографической, такой американской этнографической живописи 19 века, исследование вот этих вот удивительных туземцев, как они выглядят, какая у них другая красота, какими они могут быть. Вот все возможные варианты, и, может быть, один из таких последних новых проектов, это опять-таки исследование, как я могу выглядеть с точки зрения масок традиционного китайского театра, как мое лицо превращается в маску китайского театра. И здесь происходит, наверное, тоже тут завершается тот процесс, который, что я уже не меняюсь, что я уже растворяюсь. Исчезает как бы не самогибридизация, не вылепливание себя, такое абсолютное освобождение от себя, и такое растекание в орнамент, которое здесь происходит, растекание в то, что я, что интенсичность, это уже не лицо и не тело, это что-то абсолютно другое. В 2007 году Орлан начинает заниматься уже даже не компьютерной графикой, как в этих самых работах, она начинает заниматься биоискусством, сайенс-артом, биологическим искусством, и вот эта самая мантия Орликина, которая сшита из лоскутов и самых разных идентичностей, которые она делает, это содержит этот орнамент, это инсталляция контейнера с живыми клетками, и это клетки, взятые у самой художницы, клетки, взятые у людей разных рас и национальностей, и клетки, взятые у животных, то есть это возможность такой абсолютной гибридизации лоскутного одеяла и смешения всего со всем. Ну, как бы это пробы ткани, да, микроскопические. Поэтому из этого мира, где все сведено к клеткам, которые можно как угодно смешивать, соединять, гибридизировать и так далее, тело как таковое исчезает, барочные складки остаются уже ничем не заполненными, это складки сами по себе, это складки, которые превратились в абстракцию, это складки, которые превратились в такой вот взрыв. И Замуэр Лан остается, собственно, как художнику выживать, опять-таки, в вымышленном, придуманном пространстве. У нее серия 2001 года, она, план фильма, она действительно хотела снять о себе игровой фильм, но начала она его делать как бы в другую сторону, в другом направлении, что как бы не со сценария поиска режиссеров в кастинге и так далее, а с плаката. Она сделала рядки серию киноплакатов, там их огромное количество. Я просто взяла те, в которых более не менее известные нам режиссеры. Вот фильм про Орланды Эвида Кроненберга, ну, фильм про Орланды, самой Орланды, тоже с набором, кто там должен играть, кто должен писать музыку. Фильм про Орланд Питера Гринова, там, белая святая Орланд и черные девственницы. Фильм Катрин Брея, это такая французская режиссер, кинорежиссер очень такого феминистского толка. Фильм Бегаселона, вот фильм Марка Карл, кто бы еще мог про нее снять фильм, и как бы выглядели афиши этого фильма. То есть, это такой уход уже в апокриф, в легенду, действительно, такая живая легенда, персонаж, который уже абсолютно может существовать автономно от тела, не вмешиваясь в него, поэтому возникает вот такая вот скульптура, которая делает Орланд себя в виде такого странного киборга. Супермена, существующего в разгаре виртуальной реальности. Стелларк, как я уже говорил, они практически ровесники, да, австралийский художник, также радикальным образом исследующий возможности своего и человеческого тела как такового. Начинает он с радикального толка перформансов, и еще в художественном колледже понимают, что он хочет заниматься искусством, но рисовальщик, художник, живописец он никакой, и он начинает заниматься перформансом. Перформансом и следующим механизмом восприятия. В 68-м году он делает вот такие вот шлемы, которые сейчас, напоминаю, выглядят как шлемы виртуальной реальности, которая тогда, в общем, как идея еще не существовала, но которая, тем не менее, Стелларк один из пионеров этой идеи, потому что как этот шлем работает, это шлем, который при помощи системы линз, зеркал и так далее, меняет зрение, меняет представление о пространстве, что далеко, что удалено от нас, что ближе к нам. Существует даже, но это уже делал не Стелларк, это делал достаточно несколько десятилетий спустя. У Ла Фореллис, это тоже такие же шлемы, но которые так меняют твою оптику, что ты видишь все кверх ногами наоборот, что у тебя переворачивается картинка, или расстояние оказывается смазанное. И он пытается существовать в мире, выстроить свое присутствие своего тела в пространстве, сориентироваться, пользуясь вот такими вот шлемами. И потом это восприятие, как мое тело, как мои глаза, как мое техническое оснащение определяет мое место в пространстве, оно продолжается в других исследованиях, после таких испытаний, каково существовать в таком вот шлеме, каково существовать в камерах не сенсорной депривации, а сенсорной перенагрузки, которые создает Стелларк, где он сам или пользователь оказывается в помещении, где на него воздействует очень сильным светом или очень громким звуком, как это меняет восприятие, как это сбрасывает все наши привычные настройки восприятия пространства. И таким вот предельным вариантом было то, что он провел три дня с зашитыми глазами и ртом и в неподвижности. Это как бы такой радикальный перформанс в духе того, чем немножко позже будет заниматься Крис Бёрден, да, даже более радикальный, и совершенно изматывающий, потому что это абсолютно как бы ужасное ощущение, где он пытался спать таким образом, и потом там, тут уже в одном из интервью, в шутку, наверное, говорит, что самым ужасным было не то, что это больно, что не так уж и больно, а в том, что с зашитым ртом зевать невозможно, и вот эта вот невозможность зевнуть, она как бы оказалась даже, может быть, страшнее, чем невозможность есть, видеть и говорить. Вот этой разрядки организма нет. И следующий, как бы цикл таких тоже исследующих себя, границ и пределы своих перформансов, которые, собственно, принес ему славу, вот это вот эти вот перформансы с подвешиванием, которые он 76-го года сделал 26 раз он это делал, это перформансы, во время которого его, как вы видите, подвешивают за крюки, продетые через кожу. Это очень сложный расчет, который позволяет разместить эти крюки таким образом, что кожа не рвется, и что человека можно поднять. И вот в этом таком подвешенном виде, в виде живой скульптуры, если хотите, он там существовал, его запускали там над оперным театром Копенгагена, просто вывешивали как произведение в галерее, там вывешивали вот это в Токийской галерее, где-то такой как бы сад камней, потому что эти камни оказываются противовесами для тела, который может таким образом висеть в воздухе. Это было очень больно, то есть это как раз не история про анестезию, это не история про то, что если правильно считать вес, то больно не будет. Вот, и это, собственно, не совсем не им придуманная технология этого подвешивания, а восходит она к церемониям коренных американцев, американских индейцев, у которых вот такое подвешивание практиковалось, видимо, как обряд инициации. И это, как картинки эти стали известны, собственно говоря, в первой половине 19 века, вот те самые изображения удивительных коренных американцев, как те картинки, под которые стилизует себя Орлан, и потом стали как бы частью разных контркультурных практик, связанных с экстремальными сексуальными опытами и связанными с всякими боди-модификациями, тех же культур, в которых, полагаю, которые интересуются шрамированием, таким пирсингом и вот такими тоже исследованиями себя. Вот как бы все возможные варианты, в которых сам Стелларг себя подвешивал. И при этом, опять-таки, как он потом объясняет, как он сегодня трактует эти свои перформансы, что это была история не про, опять-таки, не про боль, хотя было ужасно больно, не про очищение через страдания, не про инициацию, а про то, чтобы показывать, а про исследование тела, смысл, не души, не своих душевных способностей, а своих физических способностей, невозможности терпеть боль, а моменты, в какой порвется, не порвется. И цель этого показать, что человеческое тело уязвимо, что человеческое тело, не вызвать жалость к уязвимости человеческого тела, а показать, что это тело безнадежно устарело, как оно плохо сделано, в конце концов, потому что его даже подвесить надо, вот 20 раз рассчитывая количество крюков. И такими же исследованиями его тела было там вот такими... Были, было три фильма, которым 70-е годы снимают, внутри себя, буквально, как во время гастроскопии, да, когда проглатываешь камеру, проводишь ее через себя и демонстрируешь фильмы, снятые внутри себя, и завершив этот, как бы, цикл исследований человеческого тела, в данном случае своего собственного тела, потому что это то, которое было у него как материал исследований, и придя к выводу, что никуда человеческое тело не годится в его таком состоянии, Стеллорок начал заниматься возможностью модифицировать тело. И в 80-е годы он разрабатывает проект «Третьи руки». Это третья рука, которая крепится к одной из рук правой и существует автономно. Она, вот как вы видите, он может сразу тремя руками написать слово «эволюция». Управляется она импульсами, мышечными импульсами, так же, как управляются многие протезы, которые крепятся к телу и управляются не мозговыми импульсами, это еще, кажется, все-таки в будущем, а именно мышечными импульсами. А ничего нового, насколько я понимаю, собственно, в протезировании он не придумал, потому что такого рода протезы, именно как протезы, разрабатывались, ну, все-таки немножко до того, как он этим начал заниматься. И идея, и, собственно, эти наработки протезистов он использовал, но идея была в том, чтобы создать вот эту третью искусственную, не вторую руку, не искусственную руку, не протез, который заменяет отсутствующую конечность, утраченную конечность, недостающую конечность, а создать третью руку, которая расширяет возможности тела, которая модифицирует человека. Обычно у человека бывают две руки. Что появится, когда будет третья рука, которая может действовать так же, как эти две? Какие возможности нам это даст? Какие новые опции появятся? Как можно изменить тело? Как можно расширить его возможности с лазерными глазами, со всеми теми опциями, которые дает технология. Стелларк реально пытается понять, исследовать и показать возможность, что такое быть киборгом. Потому что быть киборгом – это вполне возможно неизбежность для человека, потому что человек уже живет в настолько модифицированном мире, в котором обычное человеческое тело устарело. И в 80-е годы, естественно, киборги были очень популярными фигурами. Через несколько лет появится фильм «Терминатор». То есть это тот контекст научной фантастики, который существует в 80-е годы. Что такое киборг? И каково им быть? Вот стал таким киборгом? Стал. Он сделал себе третью руку, он существует с такой конструкцией, которая бьет лучами света, издает звуки. Он по-другому распределяет управление своим телом, потому что научиться управлять третьей рукой, наверное, сложнее, чем научиться управлять искусственной второй рукой. Она делает что-то другое, она делает что-то такое, что человеческое тело не умеет делать и не знает, как оно делает. Я думаю, что наличие третьей руки меняет мозг, меняет сознание, меняет наши привычки обращения с собственным телом, меняет восприятие пространства, которое нам доступно или недоступно. И еще одна версия расширенной руки. Но помимо киборга и скульптуры в желудке, которую он глотал, просто потому что эта скульптура могла раскрыться у него в желудке, как цветок, а потом закрыться. И это был довольно рискованный эксперимент. Но, собственно, опять-таки дело идет не о риске, дело идет о том, как можно изменить себя, что человечество обязано изменить себя, потому что, опять-таки, в риторике научной фантастики, да и, собственно, это не только риторика научной фантастики, Стеллор говорит, что, скорее всего, чем больше человечество научится изменять себя, продолжать продлевать жизнь, например, люди будут все больше и больше жить, теоретически. И будет все меньше и меньше места в мире. Поэтому единственное, что остается, это, как известно, отправляться покорять другие планеты, а для этого не годится то тело, которое у нас есть, например. Поэтому тело нужно модифицировать, чтобы оно могло существовать в условиях всех планет, всех возможных планет. Это то, что он предлагал там в 80-е годы. А в 90-е годы появилась немножко другая риторика. И, как бы, вместе с телом киборгом появилось еще одно тело, тело химеры. Потому что то тело, которое, в случае, биологическое, которое у нас есть, во многом сформировано условиями обитания, там, земным тяготением. То тело, которое должно... Но это тело не подходит для того давления, для того тяготения, которое оказывает на нас информационный поток. Поэтому нужно создавать то тело, которое может гораздо более успешнее, которое более приспособлено для того, чтобы взаимодействовать в мире новых технологий, для того, чтобы взаимодействовать с информационным полем, с информационным пространством. Если киборг — это существо, которое до половины человек, до половины машина, то химера у стеллорга — это существо, которое наполовину принадлежит физической реальности, наполовину принадлежит виртуальной реальности. И вот такое вот существо, химеру, он и пытается сконструировать, он пытается понять, каково быть этим существом химерой. Он делает несколько, уже с середины 90-х годов он начинает заниматься разработками, связанными с интернетом, который тогда вообще так не был в каждом доме. Это была достаточно новая, действительно новая, непривычная еще история. Он, например, придумывает систему стимуляции, как бы что, как бы перформанс, во время которого он облеплен датчиками и электродами, и пользователи по интернету могут управлять на расстоянии движениями его тела. То есть можно по такому интерфейсу нажать на кнопку, и в другом городе, на другом континенте, где-то в Австралии, ты можешь заставить Стеллерка поднять ногу или поднять руку, или сделать шаг, или присесть, или прыгнуть. Вот такое вот тело, которое можно управлять по интернету через тачскрин в 95-м году. Тело, которое может управляться вот этими самыми интернет-импульсами, которые он разрабатывает. Я просто, тело, которое отдает себя в распоряжение другим пользователям, отдает себя в распоряжение другим юзерам. Там, вот как эта перформанс происходит. Фрактальная плоть, которую он придумывает, это тело, которым могут пользоваться одновременно несколько человек. То есть вот как это происходит, как это могло бы происходить, что вот, допустим, Стеллерг находится в Мельбурне, но он отдает свои глаза, чтобы им при помощи интернета видел человека, который находится в Лондоне. Сам он при этом может слышать ушами кого-то, кто находится в Нью-Йорке. А его руки могут делать что-то, что хочет, чтобы они сделали в Мельбурне, человек, находящийся в Токио. То есть как бы наша плоть распадается, появляется вот это вот фрактальное тело, которое больше не является носителем личности, которые как бы те в одном и том же теле могут гостить одновременно различные личности, могут использовать его на свое усмотрение. Да, знаете, ну это такой научно-фантастический был фильм про то, как можно, про обмен телами. Вот ты снимаешь, вместо того, чтобы ехать в Нью-Йорк, ты снимаешь там тело. А в это время, что обладатель этого тела занимает твое тело. Ну, 90-х годов научная фантастика, потому что действительно все существует. Вот хирург придумывает, наверное, даже еще более сложный вариант, что может издавать не целиком тело, а сдавать различные его части. И тоже это история, которая вполне обдумывалась в науке, как можно в каких-то практических применениях, сделать операцию по интернету. Если хирург не может приехать к пациенту, он может его оперировать, управляя чьими-то руками, чьими-то глазами по интернету, это вполне может иметь этот практический смысл. И вот такое. Но при этом как бы наше тело перестает быть вместилищем нашего «я». При этом как бы в этом перформансе телом Стелларка управляла вообще программа, которая в интернете находила, без участия какого-либо оператора, находила все возможные изображения людей, роботов, ну, атропомофтных существ, и заставляла его, управляя его мозгом, принимать эти позы. Вот нашлась картинка? У него, и вот у него там руки-ноги дернулись так, чтобы он принял ту позу, которая сейчас от него требует компьютерная программа и компьютерный поисковик. Вот такое вот удивительное представление о том, что не только наша плоть устарела, но и наше представление о нашем «я» устарело. При этом как бы Стелларк абсолютно скептически относится к таким тоже. Стелларк является единственным художником, который относится к киберпанку, что это такое, как можно существовать именно в виртуальном мире, а не просто в механически измененном мире. А при этом он очень неохотно ведется на разговоры о том, а можно ли было бы загрузить наше человеческое сознание в машину или загрузить человеческое сознание в интернет, таким образом достигнув бессмертия. А с чего вы взяли, что вообще существует сознание отдельно от тела, что его можно вытащить из тела и куда-то переместить в другое тело? Сознание вообще устроено по-другому, ничего нет внутри, говорит, внутри тела, внутри нашего «я» ничего нет, все находится снаружи, все это наше взаимоотношение с другими, все это наше взаимоотношение с пространством, все это наше, поэтому наше «я» находится скорее в интернете, чем внутри нас, да, и поэтому как раз единственный вариант, который ему кажется возможным, и который тоже такой киберпанкский, это вариант вот этого, что ты умираешь, но твое виртуальное подобие продолжает существовать в сети, и может пользоваться, когда ему нужно, может пользоваться другими телами, да, физическими телами, и вообще как бы тело предстает быть, принадлежать одной личности, тело распадается, тело становится фрактальным, вот такой вот вариант будущего, при этом который Старокас придумывает, демонстрирует, замечательная музыка, но немножко, извините, немножко мешает сосредоточиться, вот, исследуя различные действительно технические изобретения, придумывает такой вот экзоскелет, который, это огромный паук, да, такой робот-паук, шести лапы, которым он может управлять, в котором он может ходить, и это опять-таки требует не просто того, как это, не только вопрос того, как заставить ходить эту машину, а как заставить по-другому думать свой мозг, чтобы он управлял не двумя конечностями, не двумя ногами, не двумя руками, а шестью ногами, и при этом еще двумя руками, и при этом еще тремя руками, То есть действительно все эти возможности выйти не из своего тела, а выйти из сознания, которое привыкло управлять вот таким, той моделью тела, которую Сталерка считает устаревшей. У него там разные модификации вот этого вот робота-паука и разные модификации того, как можно уйти в виртуальное пространство. Такая достаточно наивная работа голова-протез, это интерфейс с разработанной кожей, это виртуальный аватар, это компьютерный аватар, с которым можно общаться, который умеет отвечать на вопросы, который там как-то обладает таким зачатками автономного существования, автономных реакций. И это как бы, почему его кожа интересует, почему он делает вот такую вот частичную голову недавно, это как выглядело бы его лицо, его кожа, пересаженная на череп неандертальца. Потому что опять-таки вот это то, что разбивает наше представление, то, что тут надо прекратить мыслить, что я это мое тело, какое оно есть от рождения, для Сталерка это история про то, что мы живем в эпоху циркуляции плоти. Такое вот, донорство органов, пересадки лица, пересадки рук, и вот эта вот история с пересадкой лица, что никакое тело не принадлежит нам, даже наше лицо можно, даже лицо можно пересадить человеку, и потом он будет уже не самим собой, и не тем, чье лицо ему пересадили, какой-то третьей личностью. Вот эту циркуляцию плоти, который перестает быть вместилищем личности, он тоже пытается вот таким образом продемонстрировать, и уже не просто управлять этим шестиногим роботом-пауком, а отправить путешествовать на нем вот эту виртуальную голову. Вот, и там смех, ну это такой очень близкий к Орлановскому проекту, это проект, который, блендеров, в котором смешиваются и встряхиваются, действительно, миксеры, в котором смешиваются и встряхиваются клетки, взятые у него и у его соавтора и партнера Нины Селлорс. Вот такой микс двух людей. Это существование в виртуальной реальности, в реальности такой платформы игровой Second Life, которая в 2000-е годы вообще была очень модным таким пространством для проведения художественных перформансов, там довольно, какая-то происходила достаточно буйная художественная жизнь, которую я никогда не смогла застать, понять, как ей пользоваться, но Стелларк тоже там занимался перформансом, и он придумывает со всеми, как ему было важно, во-первых, действительно перейти в виртуальное пространство, во-вторых, попытаться найти применение всем тем разработкам интерфейсов, которые он придумывает, как управлять своим виртуальным двойником, но и то, что он придумывает, как виртуальный двойник, может управлять твоим или чьим-то еще телом в реальности. Поэтому то, что он придумывает систему Real Motion Capture, как в кино, когда движения и мимика актера могут быть перенесены на компьютерного персонажа, а Стелларк придумывает обратную систему, когда движения компьютерного фигуры могут быть перенесены на реальное тело, и как можно действительно взаимодействовать с этим виртуальным миром, и как можно в него в конце концов погрузиться. Ну и такая вот самая радикальная, действительно хирургическая модификация, которую он сделал, он не придумывает себе, делает себе третье ухо. Третье ухо он хотел сделать, проект, который он придумывает с 97-го года, сначала это должно было быть ухо на голове, месте там, где положено быть ухо, но оказалось, что это там технически невозможно с точки зрения хирургии, что просто очень сложно. И тогда он придумывает, что самое удобное, где можно разместить третье ухо, его можно разместить на руке. Ухо это сделано достаточно, ну наполовину, это скорее все-таки, оно не выращено, это не отрезанное ухо у кого-то, которое привито на руку, это не ухо выращенное из стволовых клеток. То есть это все-таки какая-то более простая технология, чем вот эта самая технология, которая позволила человеческое ухо посадить на живую мышку, которая там где-то бегает в лабораториях, является одной из самых страшных картинок про опыта науки в интернете. Можете погуглить и поискать, это очень эффектное существо. Вот это всаженное под кожу полимерный хрящ, который потом обрастает кожей и вот, собственно, превращается в это самое вполне убедительное, надо сказать, третье ухо, которое уставо на руке. Но смысл этого уха, это не такой, это не пирсинг, да, это не такая бодимодификация, там, раздвоенный язык и рожки у орлан, которая просто позволяет возможность получить такое тело, которое ты хочешь, а не такое, которое тебе дала природа, и взбунтоваться, так сказать, против природы. У этого уха есть функция, это ухо, которое Stellar отдает распоряжение другим, сам он этим ухом слышать не может, но в это ухо вмонтируется микрофон и Wi-Fi, и, соответственно, человек, если подключиться к этому уху, то можно, где бы ты ни находился, можно слышать ухом Stellar то, что слышит он. Это система коммуникации, это вот та самая модель, при которой орган на чужом теле сдается в пользование, отдается в пользование всем желающим. Но при этом это такая вот замечательная, очень красивый объект, естественно, это руки с ухом, который он показывает всем, да, это можно потрогать, это не выглядит страшно, не выглядит неприятно, достаточно действительно по-своему красиво, поэтому эта рука вот как бы сама по себе становится таким вот фигурой. И все-таки в одной из последних презентаций Stellar еще раз пережил это подвешивание, где он уже висел над этой самой собственной рукой. И более того, в этом подвешивании у него нашлось много желающих разделить этот удивительный опыт, для которых, видимо, все-таки это история про исследование себя, испытание боли и инициацию, а, собственно говоря, совершенно не про преодоление устаревшего человеческого тела, которому призывает Старк. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ